Это огромная стройка Евраза. Здесь возводят ванадиевый завод. Но вместо геодезистов тут трудятся дроны. Они взлетают над котлованами и проводят все измерения, а потом передают данные на сервер. Там с информацией уже работают специалисты цифровой стройки, вычисляют площадь, глубину и другие величины, а затем создают BIM-модель. BIM или Building Information Model — это технология цифровой стройки, где вместо привычных чертежей — 3D-модели, которые могут меняться с течением работ. В BIM-модели можно узнать полную информацию об объекте вплоть до мельчайших деталей, таких как наименование производителей болтов или бетона. Помогают создавать такую модель множество технических устройств — от лазерных сканеров до роботов и беспилотников, а также программное обеспечение, которое трансформирует данные в цифровую модель. Сегодня мы расскажем про связку, коптер и программное обеспечение, и поможет нам в этом российская компания Trace Air. Наша история начиналась с того, что мы пытались в парке Горького дронами развозить кофе. И со временем поняли, что много денег на этом не заработаешь, но при этом дрон, как гаджет, нам нравился, и мы хотели переносить пользу. И вот родилась идея, что можно использовать дроны в качестве сенсора для получения данных со строительных объектов и в удобном формате строителям эту информацию предоставлять. Чтобы сканировать огромную стройплощадку площадью больше нескольких футбольных полей, на место выезжает пилот. В багажнике его машины — специальное оборудование. Нам надо расставить наземные контрольные точки, которые выглядеть могут как угодно. Лично мы используем подобные ПВХ-панели, которые фиксируем на земле при помощи обычного 300-мм гвоздя. Пробиваем и выбираем необходимое нам место. Для площадки порядка 100 гектаров нам необходимо поставить 5-6 контрольных точек. Трипот Выдвигаем на необходимую высоту И используем геодезическую тарелку GMSS Ровер позволит нам узнать координаты нашей наземной контрольной точки, а также ее высотную отметку. Нам нужно установить наш ровер в центр контрольной точки. Зафиксировать в вертикальном положении по гидравлическому уровню. После того, как мы его установили, запускаем измерение. Пилот устанавливает несколько таких контрольных точек на всей площади большой стройки. Каждый передатчик связывается со спутниками и передает на компьютер пилота свое точное расположение в пространстве. После этого в дело вступает дрон. У него внутри имеется примерно такая же тарелка, как мы установили на нашу контрольную точку. Для чего это нужно? Вообще, точность определения GPS это примерно 3 метра. При использовании только одной антенны точность получаемых координат будет в районе 3 метров. Чтобы получить сантиметровую точность, нам нужно использовать два приемника. Поехали! Дрон несколько часов летает над стройплощадкой, чтобы собрать все необходимые данные. Затем оператор собирает их на компьютере и отправляет в офис Trace Air, а оттуда, после обработки, прямо на компьютеры строителей. Объем полученной информации отправляется в ту самую BIM-модель здания. Это, так сказать, предпродакшен всего здания. То есть изначально, чтобы построить сам объект, мы должны эту концепцию, то есть этот эскиз, претворить на бумаге. Раньше это было на бумаге, сейчас, то есть это производится цифровая модель. А в цифровой модели как раз-таки и осуществляются привязки ко времени, к строительному графику и плану производства работ. После чего по каждой стадии строительный контроль может отследить не из стыковки, непосредственно факта и цифровой модели. Кроме Trace Air есть еще несколько компаний, которые занимаются сбором информации с дронов и ее систематизацией. Это американские SkyCatch и Agisoft Metashape. Действительно, с BIM-моделью все становится понятно. Можно буквально заглянуть в будущее стройки. На снимках местности появляются отметки, где будут котлованы, когда забьют первые сваи. Все выглядит наглядно и просто. Полная прозрачность, и у тебя есть, грубо говоря, машина времени в руках. Ты захотел, переместился во времени на полгода и увидел свою площадку, что там было полгода. Но вся магия еще не в том, что ты можешь переместиться, а ты можешь еще посчитать, что в цифрах, в кубах, в сантиметрах, что произошло за это время, и дать ответ на любой вопрос службе безопасности, счетной палатке, подрядчику. Система делает полностью прозрачным процесс строительства. В центре каждого пикселя мы можем уже производить различные замеры. Мы можем померить расстояние от точки до точки, причем довольно точно, с хорошей точностью, которая удовлетворяет строителей. Мы можем измерить объем выемки или насыпи, то есть роются котлованы. Мы можем обкликать инструментом и понять, сколько же грунта было изъято при подготовке этого котлована. То есть эти координаты позволяют нам сравнивать, во-первых, съемки между собой, накладывать их одна на другую, как слоеный пирог, и сквозь время и пространство смотреть, как изменяется наша стройка, и производить разные метрические замеры. Площади, периметры, объемы, вот все, что нужно строителя. Казалось бы, такая удобная система. Но чтобы ее продвинуть в консервативном мире строителей, работникам Traysayer пришлось попотеть. Понимание того, что дронами можно предоставлять точную информацию и как-то строить, у строителей вызывало скепсис. И вот с этим скепсисом мы сталкивались в первую очередь. То есть люди говорили, слушайте, да мы вот 80 лет строили нивелирами, и дальше будем строить, и ваши дроны — это лишь какие-то игрушки, которые никогда не будут использоваться. Как и у всех нормальных людей, у строителей есть страх. Вот опять новое ПО какое-то, нам сейчас надо его осваивать, нам сейчас нужно читать мануал, изучать, мучиться, и никто не хочет это делать. А нам надо строить, у нас сроки горят, все горит, нам некогда вашу программу изучать. Первые BIM-модели впервые появились в середине 80-х в США. Но тогда программное обеспечение для их создания было слишком дорогим и пользовались им редко. Массовое внедрение новой технологии на стройках началось только в 2000-х. Тогда же появились и первые дроны над площадками. В России же активное использование BIM-моделей и беспилотников стартовало в 2010-е годы. Оказалось, что новшества не усложняют жизнь строителей, а наоборот облегчают ее. По словам специалистов, BIM-технологии помогают снизить ошибки при проектировании на 40%, ускорить подготовку документации на 70%, сократить сроки согласования проекта на 90%. Основной плюс в чем заключается, что нам больше не нужно использовать чертежи. Так как из BIM-модели можно выгрузить любую документацию, какую угодно. Если она прорабатывается в большей степени, в наилучшей степени, то тогда это будут, соответственно, очень деталировочные чертежи. Подрядчик выходит с ними на строительную площадку и идет по ним. Если замечают какие-то несостыковки, то BIM-модель исправляется, корректируется. Каждый элемент BIM-модели привязан друг к другу. То есть, допустим, можно подвинуть стену, остальные стены тоже укоротятся. Можно изменить высоту потолков, соответственно, высота стен тоже изменится. Это очень большой плюс. Это ускоряет работу проектировщика и выдает более детализированную и качественную продукцию. Какой-нибудь Арктик-СПГ на Гданском полуострове. Там холодно, там грустно. Надо ходить ногами на стройку, мерзнуть, месить грязь и вот это вот все прочее. То есть условия стройки довольно суровые. И когда вот есть такое программное обеспечение, которое позволяет тебе дистанционно это делать, это очень сильно облегчает строителям жизнь. Масштабы проектов, где применяются беспилотники, тоже растут. Огромный завод Евраза, где мы побывали с точки зрения пилотов, — это маленькая стройка. Ее можно просканировать обычным квадрокоптером. Для по-настоящему гигантских строек команда Trace Air использует крылья. Вот это громадное крыло в офисе Trace Air нежно называют «пирожок». Его используют для того, чтобы снимать большие площади за маленькое время. Главное преимущество таких огромных крыльев над дронами — всепогодность. Они не боятся ветра. Недавно эти беспилотники задействовали при строительстве трассы «Москва-Казань». Дроны ежедневно передавали данные об участках работ длиной в несколько километров. А в Японии дроны и бинтехнологии вышли на новый уровень. Там беспилотники не только собирают данные, но и управляют техникой на стройках. Такое решение совместно создали производитель тяжелой техники КамАЦУ и калифорнийский стартап SkyCatch. Теперь на 3D-модели стройки видно не только ход возведения зданий, но перемещение техники. По мнению экспертов, будущее бинтехнологий в искусственном интеллекте. Он будет сам просчитывать, где на площадке нужен бетон, и отправлять туда цементовоз или выбирать, исходя из данных на рынке, у какого поставщика выгоднее заказать материалы. Возможно, дроны уже скоро заменят человека на стройках, но это не значит, что специалисты останутся без работы. Наоборот, люди больше не станут трудиться на жаре или морозе, в грязи и пыли. Вместо этого сотрудник будет находиться в комфортном офисе и оттуда управлять машиной, которая возьмет на себя все самые трудные задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова